друзья мы сегодня пришли не одни нам приехал друг из нашего сообщества с америки он пришел с нами поделиться своим опытом выздоровления опытом тем как он на сегодняшний день живет трезвым попросим его зовут он представится сам давайте кого уж не сделал григорий алкоголик здесь по русски все понимают здесь подобного рода заведений не первый раз день моей трезвости 10 июня 2004 года если бы 9 июня 2004 года я знал что 10 июня 2004 года будет днем моей трезвости я выпил два раза больше я не знаю я впервые вошел в комнаты анонимных алкоголиков раннем январе 2000 года в городе индианаполисе штат индиана город с одним из самых старых эйверских традиций но не протрезвел я до 10 июня 2004 года у меня за спиной 10 наркологов три из которых психушки и год тюрьмы я уже придя в анонимный алкоголь еще четыре с половиной года пытаясь отработать эту схему своим людям в конечном итоге остался безработным бездомным я жил в разбитой машине я я не мылся неделю буквально полноелки супа раз в неделю остальное время я пил это очень занимался я богатый опыт с наркотиками но я не наркоман я катился к своей теме очень долгое время в течение многих лет алкоголь делал свою работу и делал ее очень хорошо я пил много лет без последствий это больше не имеет никакого значения и для знаете мне заняло долгое время понять то что я вам сейчас скажу кстати это демонстрирует что перед вами стоит не самая парень я не знаю в курсе вы или нет но нормальные люди сюда не попадают это я вас просто информирую в том случае если может быть у вас есть какие-то другие измышления нормальные люди никогда не оказываются подобного рода если вы попали сюда у вас проблема я вам даже круче скажу хрень ты с ним что проблема у вас проблема которую вы сами порешать не можете я так же берусь утверждать мой опыт показал мне это с абсолютной однозначности что нет ни один из здесь сидящих никогда не ставил себе целью оказаться здесь поправьте меня и следует что все мы делали пока мы там делали то что мы делаем я полагаю здесь все алкоголики мы как и все обычные люди искали счастье я вам говорю сейчас абсолютно серьезно я даю любому здесь сидящих полный карбанч на то чтобы в любой момент остановить меня если вы услышите что то что не совпадает с вашим пониманием ситуации я готов выслушать ваши аргументы я вам больше скажу знаете что такое такой был такой великий парень юсень бродский он когда-то сказал что человек это сумма поступков вот сумма моих поступков когда-то в конечном итоге привела меня туда где я вам только что рассказал сумма ваших поступков привела вас сейчас сюда а знаете что это означает как мы выбираем как нам поступать это выбор каждый из здесь сидящих сделал выбор потом другой выбор еще выбор еще это череда сделанных нами выбор и череда сделанных нами выбор сделанную но и выбор сделанных вами выборов поэтому абсолютно одинаково я вас уверен привела нас в конечном итоге в наркологию я бы сказал что мы херово умеем выбирать вам так не кажется потому что те кто умеет выбирать хорошо как мы уже обсуждали они не оказываются в таких местах я сомневаюсь что кто-то из здесь сидящих идиот а глядя просто на я могу в принципе сегодня я уже не первый день топчу эту землю я полагаю что люди здесь сидят достаточно умные в общем-то с каким-то жизненным опытом так как же так получилось что мы оказываемся в подобного рода места я вот сидел например я привык к закрытым дверям у меня иное количество приводов в полицию я привык ко всем ко всем этим вещам я привык но я помню когда я сидел на собрании анонимных алкоголиков во я докатился то что у меня наркологи за спиной то что я бездомный это нормально а оказавшись в сообществе анонимных алкоголиков я думаю во я докатился это показывает вам что так как мыслью я у меня все искали и я сегодня уже не первый день работаю с большим количеством нашего брата я могу вам абсолютно точно сказать мы в этом плане все одинаковые все доедут все как под коперку потому что у нас одно и то же заболевание и заболевание это начинается с того что с медицинской точки зрения у каждого из здесь сидящих нездоровые отношения с алкоголем это не злоупотребление алкоголь я не про это злоупотребляют алкоголем очень много я по-другому много раз я шел пить и ставил себе цепь я выпью себе пару-тройку и все или там встречаются с приятелем взяли пузырь пойдем пузырик раздавим на двоих что там нормально да посидим иногда мне это удавалось иногда в большинстве случаев происходило очень интересная вещь начинаем выжить ну спустя какое-то время там юнки на третий может четвертый а может даже пятый у меня осложнение вот этого пузыря его точно не хватит я уже знаю я-то думал что это я поменял с вами мне пришлось прийти в анонимные алкоголики и ознакомиться с нашей программой выздоровления для того чтобы узнать что я уже к этому времени не имел никакого слова про детей мои взаимоотношения с алкоголем можно приравнять к сексу с гориллой это не кончится пока не кончит горилла понимаете я стал тем человеком который в большинстве случаев если я начинал пить остановить меня я сам ну вот реально просто остановиться в какой-то момент я не мог меня можно было остановить заперев на колошку посадив тюрьму в противном случае остановить меня было невозможно или же я опять же я настолько изматывался что я просто шел сдавался в нарколог потому что я уже больше не мог пить но и не пить я тоже кому-то это знакомо если вам это знакомо у меня к вам есть еще один вопрос давайте по-честному а кто здесь самому себе забыли об остальных забыли о родственниках о мамах о папах о мужьях о женах о детях о бабушках дедушках друзей и всех прочих самому себе обещал что я больше к этой гадости никогда не притронусь я не знаю какую я обещал я объяснял так так а почему же мы зная что пить для нас очень плохая идея дав себе обещание себе в хрен с ним состав себе почему мы возвращались а я вам сейчас объясню с очень странной позиции сегодня дорогие мои друзья когда я стою перед вами и говорю вам что я алкоголик это не означает что у меня проблемы с алкоголем это означает что у меня проблемы с трезвостью для меня трезвость это абсолютно неприемлемый образ жизни я не люблю трезвость я плохо перевариваю трезвость и если это так для вас простой пример я уверен что многие здесь бросали пить вопрос не в том что мы не могли бросить даже вопрос в том что мы не могли не начать а почему же я принимаю вот все здесь сидящих если вы относитесь к категории хронических алкоголиков что скорее всего я не буду ставить вам диагноз это вам придется узнать самим но коль скоро вы оказались здесь есть очень хороший шанс что это именно так так вот каким же образом так получается что каждый из здесь сидящих включая меня в вашего покорного слугу неоднократно в этой жизни предпринимал самое безумное действие которое только можно предпринять а теперь внимательно на трезвую голову вы отдаете себе отчет что вот это первая рюмка всегда была на трезвую голову при этом здесь ни у кого нет как бы вам сказать недостатка знаний мы все прекрасно знали что петли о нас очень плохая идея вот теперь давайте и подумаем над проблемой которая на самом деле имеет место быть для таких как мы я знаю что петли у меня очень плохая идея я трезвую на какой-то короткий отрезок время я знаю что пить для меня очень плохая идея я зарекся больше никогда не пить в конце концов я разворачиваюсь и снова и тут пить несмотря на то что я только что сказал добро пожаловать в безумие понимаете о чем я говорю и пожалуйста если вы ничего другого не вынесите из этого запомните то что я сказал ранее я просто специально сейчас повторю ребята у вас нет решения этой проблемы люди люди здесь помогут вам сделать несколько вещей они помогут вам плавно сойти с отходника а я не знаю в курсе вы или нет алкоголь это единственный из всех наркотиков который если ты пытаешься с него слезть может убить тебя даже героин тебя не убьют будет очень плохо ломка будет жутчайшая но ты не умеешь а вот это алкоголь а ну что ж так вот люди здесь помогут вам сойти с этого и дадут вам базовую жизненную структуру которую большинство из нас порушили в клап включая основные ключевые знания которые вам потребуются для того чтобы дальше выздороветь дело в том что одним из заблуждений на которое я постоянно натыкаюсь они доводятся часто спикерить в подобного рода места люди почему-то думают что закончив то что они будут делать здесь они даже готовы а куда вы делитесь здесь вы будете это делать конечно сделав это они выйдут отсюда и пойдут жить своей жизнью а как только я начинаю вот такой вот заход я иду жить своей жизнью а какой жизнь это той единственной которую я знаю это та самая жизнь которая меня сюда в оригинале привела вот почему мы снова возвращаемся сюда сидим здесь в резиновых тапках и никак не можем понять как же так случилось у вас нет решений но есть люди у которых оно есть которые покажут вам пути начало этого пути вам покажут здесь обязательно будьте благодарны за то что вы попали сюда а не в тюрьму куда очень легко можно попасть по нашей теме а что здесь никогда никто не напивался до полной отключки я тоже а что только двое нас может все остальные не алкаши вовсе я почему спрашиваю ребята я расскажу вам историю которая произошла не так давно произошла у меня есть близкий друг очень известный эйевский спикер у которого был подопечный этот подопечный был трезвым в течение 7 лет а потом отодвинулся в программу по здоровью это как знаете диабетик который перестал принимать свой инсульт он начал заниматься своей жизнью своими делами тихий человек бухгалтер по профессии спокойно уравновешен но наш кекс на всю Ивановскую двое детей и жена вот в один прекрасный день сорвавшись а он в конечном итоге если мы отодвигаемся от инсулина что называется а это наш инсулин мы отодвигаемся от этого мы рухнем это не вопрос того рухнем ли мы это просто вопрос когда короче очнулся этот красавец а я знаю это от его спонсора я мужика этого встретила однажды когда-то давно он говорит помнишь ли вот тебе говорит история короче он приходит в себя в тюрьме прикованный наручником кровать койки мальтер весь в крови думал что так покалечился показал да да это он в пиаму горит разумеется учение пол взял винтовку и убил своих детей и свою жертву а вы можете когда вы берете в руки в тюрьму гарантировать чем это все закончится я здесь не для того чтобы испугать вас вот таких как мы не испугаешь я здесь наверное в первую очередь для того чтобы сказать вам что вам реально повезло вы оказались здесь вместо того чтобы оказаться в местах куда более нелицеприятных под вас бог руки подложил и в лице тех кто заботится здесь о вас вам следует рассматривать ну скажем так ангелов-хранителей хотя я уверен что вам не нравится порой то что вам говорят делать вам не нравится это и вам не нравится то вот это мы да мы докатимся до того что мы оказываемся в таких местах а потом нам не нравится что нам там говорят шикарно наша тема на всю катушку так вот у вас есть шанс еще у вас есть шанс не повторить мои ошибки у вас есть шанс не шарашиться по десяти наркоушек не оказаться в конечном итоге бездомным как я оказался у вас есть этот шанс я это знаю потому что когда я в конце концов уцепился за эту тему без всяких надежд я не поверю ни одному из сидящих здесь если вы заявите мне что вы верите в то что это сработает я не поверю вам я верю а я не поверю а я тебе скажу почему если ты это никогда не предпринимал ты не можешь в это верить ты можешь надеяться а верить в это ты не можешь а с другой стороны если ты предпринимал уже то что же он в конечном итоге снова посадил тебя сюда то есть ты перестал принимать в концу а это значит что ты разумироваться ты решил что ты сможешь теперь сам это наша вещь самая большая ложь которые такие как мы намазывались теперь я сам потому что теперь я все знаю я знаю как поступать правильно не работай но я так же а вот этот я думаю ты можешь даже поделиться с ребятами если тебе довелось побывать это лучшее что есть это не просто лучшее что есть если бы я я как был кайфажером в практике так я и остался но сегодня я нашел кайф абсолютно другой кайф но абсолютно другой и я гарантирую вам вы тоже можете его найти и он гораздо круче чем кайф из любой бутылки из любого шприца из любой доз и он на трезвую голову а сам это прикольно что этот кайф может быть полезен каждый здесь сидящий вы слышите это сейчас и вдумайтесь вон может спасти чью-то жизнь это вам не шуму в трусы заправлять и не мелочь по карманам дырить вы неспроста сидите здесь у Бога для каждого из вас есть план а вот решите вы воспользоваться этой возможности нет ну ребят это уже не от нас зависит лучшее что вот эти люди могут сделать для вас лучшее что мы можем сделать для вас сообщество мы вам можем лишь показать путь я же не могу по пути пойти за вас я могу лишь показать вам но я уверяю вас что это лучшее что может произойти с такими как бы что у нас по времени нормально еще да еще сколько лет о смотри еще 10 лет я не верил в эту штуку я полагаю что 4 4 4 году 9 июня я пришел к тому что можно наверное назвать моим дном здесь хотелось бы мне объяснить одну вещь имея за спиной уже 13 лет хорошего выздоровления я могу с уверенностью сказать следующее у всех у нас дно одинаковое обстоятельства дна у нас могут быть разными а дно у всех у нас одинаковое объясняю у кого-то это может настать на заднем сиденье бентли а у кого-то это может настать в канале дно это ощущение внутреннего порядка это когда я вдруг осознаю что все мои планы на эту жизнь все мои идеи на эту жизнь да и сам я какой-то левый товар я словно какая-то ошибка я какой-то лишний и абсолютно естественный это тот момент когда я полностью разочаровываюсь в себе ибо я последний кто разочаруется в себе вы все разочаруетесь во мне сто раз у вас родители разочаруются жена дети все разочаруются а я еще не буду разочаровывать так вот тот момент когда я полностью разочаруюсь в себе а с этого момента я готов делать все что угодно идти куда угодно и вести себя как вы скажете лишь бы больше не быть со мной вот что это такое и вот именно тогда я начну слушать то что вы предлагаете ребят ну я впервые вошел в комнаты анонимных алкоголиков в раннем январе 2000 года люди хоть немножко знакомые с программой например ты ты же понимаешь весть не изменилась за четыре с половиной года мне ничего нового через четыре с половиной года не сказали она как бы была вот с 35 года такое осталось я явно был не готов слушать вопрос почему я был не готов слушать ответ очень простой да потому что у меня были мои планы мои так вот я вам настоятельно рекомендую ваши планы где тут мусорник вот туда а? вот туда потому что именно ваши лучшие планы ваши лучшие виски привели вас сюда вы лучше послушайте что вам предложат здесь они не будут звучать как что-то что вы хотите я уверяю вас они гораздо лучше любого из планов которые есть у вас приходите в сообщество послушайте что эти люди говорят мы все были там где сейчас сидите вы я прекрасно знаю как вы себя чувствуете нам тоже приходили нам тоже рассказывали я тоже сидел кивал копили да и все это хорошо знакомо ну реально ребята сколько боли вы хотите копануть и сколько еще потерь вам нужно для того чтобы понять что ваша схема работать не будет я не знаю что вам но хотите видите хотите нет вся прелесть того что перед вами сейчас то что плагу перед вами вот здесь то что мы пытаемся объяснить вот что вы можете дальше вниз не катиться у вас сегодня этот выбор есть а вот выберите вы это или нет это уже не решать ну подошли да да ну и закончить все это я бы наверное хотел только одной вещи это фраза от человека который очень много говорил и писал о теме духовного пробуждения а вот той самой теме которая спасает таких как мы я знаю что вам много рассказывали уже говорили обо всем вот этих вещах о шагах работа по шагам есть вещи абсолютно необходимые для выздоровления но сами по себе все эти знания они не больше все не более чем перст указующий поэтому суммарно так все что делал я я сидел возле реки и раздавал воду из нее проходящие мимо люди когда меня не будет я очень хотел чтобы люди обратили внимание на реку спасибо что послушали спасибо что послушали спасибо Гриша друзья кто хочет задать вопросы спикеру пожалуйста прошу поднимайте руки пожалуйста представляйтесь да роман что за книга это та самая книга в которой есть ответы на все мои вопросы название понятно проще читать на английском ну я привык разумеется она у меня есть и на русском просто в карманном варианте она у меня на английском а я таскаю всегда я же начал выздоравливать там и в россию стал ездить в россию езжу последние 9 лет я никогда не планировал просто та вещь которая всегда при меня спасибо по поводу с кем имею честь Борис Махов Борис Махов Борис Махов по поводу второго и третьего пункта более богущественная сила Бог что это для вас Бог как вы его понимаете как вы его понимаете как я его понимаю тебе не поможет моё понимание его продолжает меняться пока я двигаюсь по этой дорожке но важно здесь следующее вот эта тема сила более могущества она для этого особо замороченно сомневающихся которые очень многие из нас являются очень мы любим поморочиться я тебе скажу какая схема смотри мы привыкли к тому что круче нас нет мы сами себе короли так мы жили свою жизнь окей к тому моменту как ты попал сюда было ли что-то что сильнее тебя ответ это есть очень простой да алкоголь алкоголь был сильнее тебя коль скоро мы уже знаем что есть сила более могущественная чем ты и это алкоголь теперь давай называть вещи своими именами теперь нам жопа потому что если это все что есть я погиб единственное что требуется можешь ли ты хотя бы предположить что есть сила более могущественная чем алкоголь все и это все что тебе надо для разговора вот это настолько просто а понимание будет меняться то есть суть вот этого как мы его понимали это не значит ты должен сидеть и понять бога мне когда-то один старичок сказал если бы ты мог понять своего бога он был бы слишком мал чтобы разрулить твои проблемы тебе не надо его понимать тебе лишь нужно взять за концепцию какой бы базовая она ни была что есть сила более могущественная и это все если ты готов хотя бы предположить что такая есть поехали дальше нечего там сидеть вот так спасибо еще я когда-то думала что я могу разрубиться сама сама бросить я была так ушла потому что я не поверила в данный момент я пришла на группу из-за своего желания то что то что я говорю все я ладно я не пью и 2 месяца и чай все равно в какой-то момент до сих пор я сижу я не могу сказать а я не хочу но я с желанием что понять это что я больше не хочу я боюсь вернуться к этому и вот это то что я пытаюсь справиться сама сама справиться с тем что не надо говорить я я я что есть еще может быть где-то я ошибаюсь да нужна игра надо слушать других людей понятие что быть один и говорить что все беседе это врать тебе теперь у меня к тебе вопрос у тебя ко мне был какой-то вопрос или ты просто хотела поделиться у меня был вопрос и как ты к этому пришел что дорога да ты упала я слава богу не упала до такой степени я не спала на улице не теряла саму работу но все равно я чувствую себя вот в данный момент да что я могу рад что мне все равно хочется вопрос как в этом удается так значит несколько вещей я настоятельно рекомендую ты можешь этим не раз в анонимных алкоголиков когда ты рассказываешь о том что я не не терял работу я не не спала на улице добавляй туда пока еще потому что потому что у нас нет такого дна в которое нельзя постучаться снизу а единственное что я могу тебе посоветовать задай себе вопрос а что мне терять попробуй попробуй проработать по программе не просто потому что ты пытаешься не пить не пить и тебе пока что это удается некоторым из нас это удавалось даже какие-то довольно длительные периоды времени но если ты хронический алкоголик без программы у тебя нет особый шанс это может длиться месяцами у некоторых это даже годами но в конечном итоге люди срываются если ты хронический алкоголь а желание оно будет оставаться это мое желание не потерять только приумножить то что есть я очень боюсь потерять я боюсь потерять семью я боюсь потерять просто себя я боюсь потерять в первую очередь понимаю ты может быть даже продержишься какое-то время на страхе но реально ты хочешь выход из этого я хочу не пахать я хочу уверенность вот это единственное что знаю я на пакет спасибо Анастасия добрый вечер меня зовут Стелла я алкогольчик как бы на гмеле я впервые у меня такой вопрос я когда попала сюда первый раз я здесь у меня значит первую неделю как бы я помню в тумане у меня были сильные истерики такое состояние что я половину не помню потом когда я стала значит у нас группы три раза в день я стала говорить с людьми я стала слушать то что мне говорят я стала изучать литературу мне помогли вот привезли книги я попросила но у меня такой был подъем ну я летала у меня очень сильный был подъем я я даже решила поменять работу потому что на этой работе я выпиваю вот и у меня столько было планов и вот за один день буквально я не буду просто вдаваться в подробности у меня сироп сейчас мне все равно я хочу выйти отсюда чтобы за один час во мне умерло все все к чему я стремилась как бы я не знаю что мне делать это нормально ненормально что мне делать дальше я не знаю у меня была надежда у меня была вера и в один день ее у меня забрали я не знаю я тоже вот смотрите это может пригодиться всем здесь сидящим ты вообще знаешь о чем это? да о чем? выздоровление выздоровление 12 часов выздоровление это побочная я не знаю а что это я не знаю что это что это вот и я не знаю что это вы Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Это не я говорю, это то, что написано на странице 44. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас по жизни, и эта сила должна быть более могущественной, чем мы. Это совершенно очевидно. Но где и как найти такую силу? Сустрелительные силы. И как раз об этом и написана эта книга. Ее основная цель – помочь вам найти силу более могущественную, чем вы, которая решит ваши проблемы. Вот это очевидно. Это все о Боге. Я просто суммарно сделаю. Это все о Боге. Не очевидно. Я не знаю, что произошло у тебя в жизни. Я не знаю, что ты говоришь, что она очевидна. Простой пример. У меня есть достаточно близкий друг в сообществе. У него чуть поменьше трезвости, чем у меня. Когда он пришел, через год после того, как он встал на путь выздоровления, его младший сын утонул у него в бассейне. Старший должен был следить за ним, и не уследил. Малыш в четырех лет, руку в бассейне и удалил. Старшему на тот момент было, чтобы мне не соврать, тебе, наверное, лет 13. А через еще четыре года старший умер от передоза. А, конечно, утрезв. Он прошел через это с таким достоинством. Тетя, это камни. Когда нам потеряли. А что ты потерял? Реально. Потому что, когда мы приходим к пониманию, что единственное, что у меня есть, на самом деле, это Бог. А все остальное, это все время. В жизни будут случаться очень страшные вещи, порой случаются с хорошими людьми. Никто и нигде и никогда не гарантирует, что от ныне жизнь будет беззаботной, прекрасной и радостной. Но если ты обретешь Бога, а последствия этих шагов происходит именно это. То есть, ты сможешь пройти через все эти испытания. Они не будут радостными, никто не говорит тебе. Но ты сможешь пройти с достоинством. Прошу, прощай. Лероника, алкоголь. Лероника, привет. У меня к вам вопрос. На тот момент, когда вы пили, заверили в Бог? У меня была очень странная тема. Я уехал из России в 1979 году. Конечно, тогда Советский Союз. Молодым пацаном. И где-то по пути, будучи такого, знаешь, как бы это... Я против... Всегда против всего восставал, да? Не желая соглашаться с советской доктриной, я на себе заявил, что Бог есть. Но мой образ Бога, я даже не могу тебе сказать, откуда это... Потому что Бог где-то, он вот там, он где-то там, да? Он там, а я вот здесь, да? И он... У него там свои дела, а у меня там свои дела. То есть сказать, что я в него верю, я мог. И я так говорил. Ну, к тому, как это на самом деле имеет место быть, ну... А был такой момент, чтобы вы его потеряли? Я его никогда не имел. Ну, то есть, понятно, не строго. Я никогда к нему не шел. Ребят, сколько раз все здесь сидящие в тот или иной момент, особенно когда было очень-очень плохо, начинали, ну, реально говоря, молиться, да? Сколько раз? Сколько раз каждый из здесь сидящих, включая меня, просили Бога сделать что-то для нас? Теперь у меня такой вопрос. А сколько раз? И кто поинтересовался Богу, чем он хочет? Очень опасно. Вот такая вот тема. Спасибо. Спасибо. Кто-то еще? До конца собрания осталось 5 минут. Кто хочет высказаться по теме, не связанной с темой спикерского выступления, пожалуйста. Кто хочет что-то сказать, рассказать о себе буквально двух словах. После Европы я вам расскажу. Когда в следующий раз? Каждую неделю здесь. Раз в неделю приезжаю. А сколько раз вы приезжаете в страну? Я уже 9 лет езжу в Израиле, я хоть третий раз. Очень люблю вашу страну. В конце концов, сам. Я здесь прославлено. Я бы хотел как можно чаще. Но большая часть времени мне приходится проводить в России, потому что зовут меня туда. И я уже оттуда. Так получилось, что мы смогли структурировать мое расписание. Я смог приехать сюда и спитерить, поработать. Это в Москве? Базируюсь в Москве, но я разъезжаю. Я вернулся из Питера, приехал сюда, я вернулся обратно в Москву и через пять дней после этого улечу в Кабаровск. Все мотают. Спитерский есть, да, ребята. Григорий, да, на иначе, где угодно. Меня очень много вложено. Спитерский Григорий Т. Григорий Т. Григорий Т на русском. Она не до алкоголики. Не важно, спитерский Григорий Т. Григорий Т. Просто за душу зацепил очень. Григорий Т. Рад, что могу не парить. Спасибо. Григорий Т. Радик алкоголик, Григорий Т. Можете сказать, когда они выйдут отсюда, что им делать, какие еще будут принять? Григорий Т. Ну, опять же, вы, если услышали то, что я сказал, наверное, что вы услышали, вот это даст вам базу. Как назовем так? Основа. Но на одной основе не проживешь. Поэтому я настоятельно рекомендую начать ходить в сообщество. У вас здесь есть очень хорошие группы. Сообщество молодое, но оно разрастается. У вас здесь очень много людей, то, что мы называем программами. То есть люди, которые работают по большой книге, работают по шагам. Они покажут вам. Потому что настоящее выздоровление начнется, когда вы отсюда выйдете. Но вы выйдете отсюда. В чем вся принцесса? Уже вооруженно. Вам надо, ну, будет научиться. Есть еще вещи, которые вам надо будет, так сказать, ну, которым вам надо будет научиться. Но вы, во всяком случае, не выйдете отсюда в полной растерянности. Не знаю, а чего, а что, а как, а почему. Здесь вам дадут базовые вещи. Остальное придется форсировать дальше. И это становится программой на всю жизнь. Американская, давайте быстро суммарно, чтобы было понятно. Американская медицинская ассоциация в 1952 году, после нескольких часовых презентаций, а это там сидят светилы, там взят лучшие из лучших. Несколько часовых презентаций по поводу алкоголизма, единогласно определил алкоголизм как заболевание. После этого они, им надо было решить, в какую категорию его, все же болезни категории, стали смотреть на симптоматику, что прогрессирующее с летальным исходом. Виталий до смерти. Сегодня это заболевание находится в той же категории, что рак и диабет. Поэтому если я неспроста привел диабет, как пример, диабетик вынужден следовать определенным правилам в жизни. Нужен колоть свой инсулин, правильно? Следить за диетой. То есть вот эти вещи, которые, если он не хочет грохнуться, он будет обязан делать до конца дней свои. У нас несколько проще алкоголь, ничего не надо. У нас вот это. Спасибо, друзья. Давайте еще раз поблагодарим Григория за его опыт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наше собрание подошло к концу. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу распрощения. Хочу напомнить вам, что мнения, высказанные на встрече, это личное мнение.